Что такое безопасное колесо? Нет, это не запаска, как привыкли считать автолюбители. ГИБДД города совместно с Управлением образования проводит конкурс под таким названием. В Набережных Челнах состоялся городской этап этого состязания, победители которого будут представлять автоград на республиканском уровне. Юный инспектор Артем Чернов учится в 46-й школе. На соревнования пришел, чтобы проверить, насколько хорошо он знает правила дорожного движения. Как говорит сам Артем, катаясь на велосипеде, он всегда соблюдает ПДД. Переходя дорогу, слезает со своего железного коня и идет пешком. Мои друзья бывают иногда тоже на велосипеде, или прибегают, когда светофор уже красный загорается, они просто бегут, сломя голову. Но буду говорить им, чтобы так больше не делали. Состязания проходили на базе кадетской школы номер 49. Участники – 20 команд образовательных учреждений города. Соревнования включали в себя 4 станции. Фигурное вождение велосипеда, тест по правилам дорожного движения, умение оказать первую помощь и проложить на карте безопасный маршрут от школы до дома. Если ты попадешь в аварию, это будет не супер, это будет, ну не надо торопиться на красный свет. Я видел, некоторые люди просто на красный идут, машин нету, на красный идут, и они торопятся всегда. Я думаю, что торопиться это, ну никогда это не надо. Жюри обращал внимание не только на скорость выполнения заданий, но и на качество. Все было как на настоящей дороге. Нарушил правила движения – получил штрафной балл. Впрочем, ребята старались свести число ошибок к нулю. А руководство ГИБДД отметило не только старания, но и реальную помощь, которую дети могут оказать взрослым инспекторам. Наряду с взрослым сотрудникам ГОИ вы участвуете в рейдах, показываете пример своим сверстникам, но иногда и предотвращаете нарушение права дорожного движения среди взрослых участников дорожного движения. Поэтому, ребята, вам огромное спасибо. Участники конкурса справились со всеми этапами на ура и узнали еще больше о правилах дорожного движения. Далее пять команд, которые достигнут наилучших результатов, покажут свои знания на республиканском конкурсе «Безопасное колесо». Дмитрий Анчиков, Ильнар Мустафин, Челны24.